Сейчас мы рассмотрим схему и основные этапы подготовки семян. Случай, когда фермер не приобретает семена, а готовит их сам. В данном случае я начну с машины ОВС-25 и машины ЗСК-70. Эти обе машины имеют решетную очистку и имеют аспирацию. И поэтому я сейчас просто покажу, как происходит подготовка семян. В этих машинах точно так же есть питатели, как мы уже говорили. Есть колеса, есть пульт управления и есть труба для выгрузки. И непосредственно очистительный агрегат. В данном случае в машину мы загружаем уже предварительно или первично очищенное зерно, прошедшее обработку, либо с помощью аспирации, либо с помощью решетной очистки. На этих же машинах, только с другой настройкой. В данном случае предварительное или первично очищенное зерновое материало поступает в машину. Здесь происходит уже более точная аспирация, потому что в этом зерновом материале меньше примесей. Соответственно, мы воздух можем более точно настроить под вес зерна, который нам необходим, и более точно убрать примеси, которые легче этого зерна. На этом этапе мы убираем примеси с помощью воздушного потока и они у нас отделяются. Здесь мы получим, так же как при очистке, легкие примеси. Но их, соответственно, будет значительно меньше. Дальше. Зерновой материал попадает на верхнюю решетную плоскость. Здесь точно так же отделяются крупные примеси, а зерно и мелкие примеси просыпаются через решето. Но в данном случае для подготовки семян мы используем более точную настройку решет, потому как в случае, когда мы очищали материал зерновой, мы подбирали ячейки значительно больше зерна и через них могло проходить некоторое количество мусора. Так как мы получаем сейчас на входе зерновой материал уже очищенный, у нас есть возможность более точно подобрать ячейку под размер зерна. И у нас меньше вероятность того, что какой-то мусор пройдет вместе с зерном и происходит более точная очистка. И вот на этом этапе отделение получается крупных примесей, которые выходят. Крупные примеси. И вот этот зерновой материал просыпается дальше на следующее полотно решетное. И здесь уже ячейки меньше зерна, но они также более точно подобраны, и поэтому мы здесь более тщательную очистку производим и сортировку. И здесь вот на выходе мы получаем очищенное зерно и отсортированное по стандарту один в один по ширине. Таким образом, это зерно уже можно считать семенами. Но это я рассмотрел работу в семенном режиме машины ОВС-25 из СК-70. И вот эти семена, которые мы получили в семенном режиме после этих машин, они все так же не отсортированы по длине, потому что решетная машина пропустит одинаковые по ширине, но разные по длине семена. Мы рассмотрели работу машину ОВС-25 из СК-70 в семенном режиме. Есть вопрос, почему сразу не настроить эти машины в семенной режим и урожай из поля, прям с комбайна, скажем так, не загрузить в эти машины ОВС-25 из СК-70 и не почистить на семена. Это вопрос логичный. И в принципе так можно сделать. Когда мы ОВС-25 из СК-70 настраиваем на первичную очистку, мы используем одни решеты с большими зазорами. И эти большие зазоры пропускают большее количество семян, получается, ну, зерен. Но также за счет того, что зазоры больше, туда попадает и какое-то количество примесей. Во втором случае, когда мы настраиваем решеты на семенной режим, эти зазоры меньше. И благодаря этому некоторые зерна не проходят через эти решеты. И таким образом также отсеиваются больше примесей. И в итоге мы получаем точно сортированные по ширине зерна, что и будет являться семенами. И мы можем настроить вот эти машины... Точнее, нет. Мы можем настроить эти машины в семенной режим и без первичной очистки сразу с поля загрузить и чистить на семена. Но производительность таких машин сильно упадет, потому что там будет много примесей. Поэтому мы в первую очередь прогоняем через эти машины или через другие машины по первичной очистке, отделяем значительную часть примесей. И в дальнейшем уже, когда машины настроены в семенном режиме решета, более точно подобранная ячейка, этим машинам будет легче справиться с этим зерновым материалом, так как большого количества примесей уже не будет. И производительность не будет так падать, как в первом случае.